У нас сейчас на связь выходит Алексей Арестович, советник президента Украины, политический и военный обозреватель Алексей Арестович. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время и вышли к нам в эфир. Поделитесь с нашими зрителями. Нас смотрят огромное количество людей из России, которые не знают правды о происходящем в вашей родной стране, куда Владимир Путин напал, на которую напал более двух недель назад. Расскажите, что сейчас происходит, какие самые свежие, актуальные данные о боях с сегодняшнего дня, о потерях, о столкновениях с российской армией. Смотрите, что должно понимать российское общество. Первое. Война ведется очень бестолково со стороны путинского режима, потому что они взялись наступать на пяти операционных направлениях. Россия, она будет понятен этот пример, потому что дважды пытались завоевать Чечню, по 150-200 тысяч группировку создавали. Чечня – это половина Киевской области по размеру. А теперь он двухсоттысячной группировкой решил напасть на 46-миллионную страну, площадью больше, чем Франция. Ну, напали, но мало того, что они напали на такую страну, такими ничтожными силами. То есть у нас армия 250, она пала 200. Кто там занимался подсчетами – это большой вопрос. Ну, допустим. Так еще пошли на пять разных направлений, растянулись силы. В результате ввели 97 батальонных тактических групп. Это примерно 120 тысяч человек. Непосредственно есть же еще таловые части авиации, которые занимают часть. Из них 15 уничтожено полностью. То есть это когда не осталось почти ни одного человека. Больше 90% личного состава. Из них 18, дальше 18 – небои готовы. Это потери больше 60% личного состава техники. 65 сражаются, 16 там где-то бегают в резервах, но уже введены в бой. Попытки наскрести новые резервы не получаются. Остатки подразделений перебрасываются, снимают части. Отношение такое из 10 российских армий, как оперативно-стратегических объединений, 8 в Украине. То есть это больше 85% всей российской армии. И они, получается, сейчас сошкребают какие-то остатки с Дальнего Востока, с Федеральной службы исполнения наказаний снимают людей по разнарядкам, по 50 человек кидают. Пытаются резервистов каких-то призывать частично. Там есть концентрация в Белгородской области, например, и так далее. И пытаются изо всех сил задействовать армию Беларуси, которую они не хочут. И пытались нанять сирийских и ливийских наемников, которые тоже отказались. Значит, мы сейчас стоим... Наиболее активные боевые действия сейчас ведутся в районе зоны ООС. Это Мариуполь, который сносит слезы от земли, как сирийский Алеппо. Там больше 2500 беды гражданских, только по самой нижней оценке, официально. А те, кого удалось установить. Порядка 22 бомбежек за предыдущие сутки. Больше 100-500 килограммовых бомб сброшены. Есть умершие дети от обезвоживания, от ранений. Горожане не могут хранить трупы, потому что постоянно попадают под обстрелы. Они лежат на улице. И попытки войти с военным отношением бесполезны, потому что наши армии уничтожают противника. Сожгли вторую танковую колонну. Вчера набрали пленок. Но просто методично сносится город с лица земли. Вокруг Киева в Сум, Чернигово и Харьково, противник остановлен. Его части сняты, частично с фронта переброшены на юг, туда, где еще Николаев пытаются штурмовать. И вот в Замариуполе зона ООС, операция объединенных сил. Вокруг Киева совершены и в других городах многочисленнейшие военные преступления. Вот вам простой пример. Вчера семья на трех машинах с детьми ехала из Балатнея и УЗУ. Их остановили российские военные. Посмотрели в машину, убедили, что там дети. А там были дошкольники, малыши совсем. Пожелали счастливого пути и расстреляли в след. Таких случаев ни один, ни два, их десятки. Массовое изнасилование, массовое убийство, массовый террор населения. У нас сначала, я помню, как это нарастало, были одинокие случаи, эксцессы. Теперь это стало нормой, потому что российское центральное командование больше недели назад разрешило своим приказом открывать огонь по гражданству. И началось. Колонна заходит, палит по всем окнам. А поскольку сейчас они встали, есть нечего, бензина нет, то попытки грабить население, забирать продукты, расстрелы и так далее. Что самое поразительное, национальное меньшинство, проживающее в Российской Федерации, то есть народы России и другие, ведут себя более-менее прилично. Наиболее зверствуют так называемые этнические русские, или как они себя называли, братские народы. Все это, как мне кажется, следствие расчеловечивания людей путинским режимом. Потому что то, что мы видим, то, что мы слышим, то, как мы видим, как солдаты пленные говорят, офицеры со своими материалами, ощущение, что пустота общается с пустотой, чернота с чернотой. Это не ведут себя в измененном состоянии сознания. Все российские войска, в которых они уже люди, понимаете. Не хотелось бы расчеловечивать. Я как раз противник расчеловечивания этих гуманизаций, но я описываю реальность. То, как они себя ведут, то, как мы их снимаем, видим и так далее, это не вполне себе люди. Люди в здравом уме не могут расстреливать стариков и детей. А именно это происходит в деревнях, особенно в северном, в восточном, в северо-западном Киеве, где мы их остановили. На случай большой потери, я так понимаю, пошла практическая месть уже. Есть многочисленные перехваты разговора мы выкладываем. Есть горячая линия для российских мам в Министерстве обороны, куда больше 100 тысяч звонков уже поступило. Мы готовы передавать детей, которые могут это рассказать. Солдаты, офицеры российские добровольно проводят пресс-конференции. Они просто говорят, мы когда-то увидели все это, мы молчать не можем. У нас была пресс-конференция с 15-й бригадой Самары, которая перед этим была на Донбассе, а еще перед этим была в Сирии. И говорят, методы одни эти же. Как сносили в Сирии города, для того, чтобы спрашивать, так сносит морюк. Алексей, извините, а можно вопрос... Незабытненный фашизм, да. Пока мы не ушли далеко от темы про военнопленных, про потери, первый вопрос, конечно, всех интересует. Это скрывается с российской стороны цифры, со стороны Украины. Постоянно разная цифра звучит о количестве потерь среди российской армии. Можете с нами поделиться? Вы как человек, который выходит практически ежедневно на брифинге с официальной информацией, наверное, лучше остальных осведомлены. Какие сейчас потери со стороны российской армии за эти две с половиной недели войны в Украине, которую Путин развязал? Смотрите, мы придерживаемся скептической стратегии, раз, в которых мы отказались врать с самого начала или, так скажем, деликатно использовать информацию как оружие, несмотря на все соблазны, несмотря на то, что информационная простраста давно признана полем боя. Озвучим только реальную информацию, проверенную скептически. Так вот, пока был период ближних боев, мы начали, 12 тысяч убитых. Минимум половина из которых срочники. А у пленных срочников гораздо больше. Алексей, все-таки, при всем уважении, 12 тысяч нет на фотографиях, 12 тысяч нет в сети. А американская разведка сообщает о 4-5 тысячах. Вот с ранеными, я бы поверил, выбитыми из строя, но все-таки давайте, какая методология? Вот мы говорили... Мы играемся, верю. Да. Смотрите, мы же не играемся в верю, не верю. Понимаете, да? Я представляю совершенно специальную информацию от нашего министерства оборудования, от нашего разведсообщества, которое, поверьте, работает, работает очень хорошо. Мы заслышим радиоперехват. Мы имеем возможность проверять даже самую Россию реально, реальную цифру потерь. Американская разведка много чего тут предсказывает. И есть простой закон, в котором я убедился молодым лейтенантом, впервые приехав в Англию по обеду в 99-м году. Чем дальше от России, тем более страшно, кажется, всескармой. И не уязвим. Треть группировки уничтожена, либо выведена из строя. Это больше 40 тысяч человек. Это люди убитые или ранены. Понимаете? Тяжело. Это не санитарные потери, выбыл на один день. Это большая часть безвозвратные, потому что это либо убитые, либо тяжелые скалеченные. Методика подсчета. Это не посчитали трупы на поле боя. Хотя, если вы видели видео, то даже по видео специалисты, которые занимаются проверкой, и очень тщательной проверкой, насчитали более 1300 на сегодняшний день уничтоженных боевых бронированных машин. Это только техника. А кроме того, посчитали, что уничтожено не менее 10 с лишним батальонных тактических групп полностью. Это только то, что отражено на видео. Вы представьте себе ближний бой. Далеко не всегда можно это все фиксировать на видео. А кроме того, российская армия как-нибудь наступает. И поэтому мы ведем маневренную оборону. Поэтому большинство боев и мест боев осталось за противника. И там туда точно не пойдешь, не посчитаешь. Но мы знаем радиоперехват. Если уничтожено 8 генералов, доказано российских из них, то минимум 2 командующих армии. Вы представляете, что творится на поле? 8 генералов? Дайте информацию о 3 генералах. Уже 8 генералов? 8. 8 генералов из них не менее. Алексей, вот в этом и проблема. Смотрите, у нас до этого в эфире был Герасимов, который сказал, уничтожено 3 генерала. Одну фамилию мы точно знаем, Герасимов. Две фамилии он не назвал. Сейчас вы говорите нам. 8 генералов. Как этому верить? Ну я не знаю, у меня нет цели вам доказывать. Да у нас нет цели с вами. Мы не ставим под сомнение, просто пытаемся разобраться, какая реальная цифра. Я же говорю, проверьте судьбу командующего 29-й армии Восточного военного уровня. Ее же российская пресса публиковала. Я же ее придумал. Хорошо. Окей. Герасимов просто, может, не учел, потому что мы держим сотни цифр и фамилий сейчас в голове. Мы слушаем вашу позицию. Проверьте, это же публикация. Скажите, пожалуйста, вот есть реальное наступление в районе АТО, в районе Волновахи, российских войск. Там есть отступление украинских войск. Волноваха, я так понимаю, перешла под контроль российских войск. Есть ли риск, вот реально, как окружение вооруженных сил Украины в районе, вот как раз вот в этом, в районе Волновахи, потому что, ну, тогда будет тяжело, мне кажется. Там есть риск оперативного окружения. Там есть риск оперативного окружения, без вопросов. Но, как бы, наши команды не знают, принимают меры, посмотрим. Алексей, скажите, вот Киев, очевидно, является главной целью Путина. Мы видим, что пытаются окружить с разных сторон. Я понимаю, судя по тому, что у вас за спиной пресс-центр, я так понимаю, офиса президента, вы находитесь в Киеве. Ожидает ли город в ближайшее время наступление или все еще российские войска в процессе окружения и только подготавливается штурм? Что вообще ожидают в самой столице сейчас? Ну, во-первых, мы не ожидаем никакого штурма, потому что мы знаем точную обстановку вокруг Киева. Вокруг Киева тут бои технического значения. Большая часть войск выведена из-под Киева либо уничтожена. И вообще противник занял оборону на северо-востоке, северо-западе Киев и занимается больше информационным, надуванием информационного пузыря про якобы угрозу Киеву, в то время, как в реальном практическом смысле ценности это не несет. Нет сейчас войск, чтобы наступать на Киев и даже сколько-нибудь серьезно угрожать Киеву на землю. Не стали в оборону преимущественно, ведут мелкие тактические действия на улучшение оппозиции или удержание оппозиции. Мы в прямом эфире, и вот нам зрители сейчас задают вопрос, который хочется вам передать. Что известно про Кадырова? Действительно ли он в районе Киева? Замечен ли где-то Кадыровский батальон? Или все это в очередной раз кидать пиар? У нас особенная просьба, ребята. Не подведите, пожалуйста. Вопрос в том фезамический. У нас реальных данных о его нахождении под Киевом или на территории Украины нет. Сейчас. Мне кажется, что все эти селфи и пиар-акции сняты где-нибудь на территории России или на Руси. В зоне ближней безопасности. Потому что судьба предыдущих бойцов Северного Кавказа или Чечни была весьма прискорбна. Я только знаю точно два случая, когда накрыли дважды артиллерии, причем очень сильные и удачные. Поэтому им надо понять простую вещь. Украина, не Россия. В этом смысле здесь никто их не боится. И вообще как серьезный фактор не воспринимают. Более того, над ними смешными начинают откровенно посмеиваться, потому что все это выглядит откровенной волной, скажем так. Театрально, да. Да, театрально. И попытка изобразить здесь основку батальона нереальную боевую силу. Я так понимаю, он начал проигрывать позиции очень крупно в самой России. И от него просто требуют пиариться. Владимир Владимирович лично, еще кто-то еще для того, чтобы, так сказать, это было последним аргументом. Но в Украине работает по-другому. Там, где он появляется, мы понимаем, что последний аргумент, это точно уже никаких средств осталось. И вот эта попытка сказать, что я под Киевом, и я простучу в ваши двери, стало окончательно понятно, что Киеву ничего не угрожает после этого. Поэтому, если они хотят воевать, то им надо начинать это делать всерьез. А я так понимаю, они этого не хотят делать, потому что предыдущие попытки их убедили, что это не так просто. Во-вторых, я так понимаю, они хотят сохраниться как реальная боевая сила в тех разборках, которые последуют в России после окончания конфликта. А то, что там минимум гарантирован внутренний политический кризис и попытка передела оставшейся экономики, практически никто не соблюдает. А гибнуть в Украине и потом оказаться голым в самой России во внутрироссийских разборках точно не ходят в их планы. Остается снимать видео. Понятно. Ну, в данном случае, я, конечно, говорю о том, что если Кадырова возьмут в плен, если вдруг он на территории Украины, это, конечно же, вызовет большую радость у многих. Скажите, пожалуйста, про взрыв в Донецке, который сегодня произошел. У вас есть какая-то информация? Значит, у меня есть информация, что в Донецке был взрыв. Я не вижу ни одной прописью, ни одной причины бить украинской армии по Донецку сейчас, потому что, во-первых, хватает целей, не без того. Во-вторых, мы не били как это, по Донецку, потому что считаем его своей территорией, своей землей. Ну, уже, наверное, с 14-го года, когда были пуски в район города Донецка, не по Донецку, но по складам и так далее. А кроме того, есть простая вещь. Зачем нам бить по Донецку, если у нас куча жирных целей в приграничной полосе Российской Федерации и тоже Белоруссии? Откуда идут пуски по нам, ракеты, самолеты летают, войска заходят. Но мы не бьем. Это принципиальнейшая позиция, потому что это позиция военно-политического руководства страны, заключающаяся в том, что мы не дадим ни одного повода назвать нас агрессор. И, поверьте, в ситуации, которая сложилась в той же зоне операции объединенных сил, нам хватает целей для точек, и точно не по центру Донецка, и точно не по мирному населению. Что может быть? Может быть, либо ошибка, потому что ракеты старые могли ошибиться и просто поломаться и попасть. То и не туда. Второе, это могла быть российская крылатая ракета, которая упала, будучи сбитой наше ПВО, например. И это могло быть просто неисправность техническая упала. То есть, вариантов множество, но я вас уверяю, что вооруженные силы Украины точно не били по центру Донецка. По одной простой, пусть даже циничной причине назову, хватает и других целей. Чисто военно. Алексей, а скажите нам о переговорах. Постоянно сообщаются о новых раундах, и из раза в раз они ничем не заканчиваются, и по ощущениям со стороны, для наблюдателей сторонних, кажется, что они проваливаются из раза в раз. Какие-то, хоть положительные результаты у этих переговоров есть? Есть ли надежда, что в ходе переговоров эта война закончится, которую Путин уже почти три недели ведет? Я не комментирую переговоры. У нас переговоры комментируют только их участники, либо президент Украины. Но могу сказать, что... Я могу прокомментировать комментатора. Так вот, цитируя слова Михаила Подоляка, советников президента, так же, как и я, и он участвует в переговорах, он сказал, что переговоры появился конструктив. И конструктив проявляет, как ни странно, российская сторона. Михаил Подоляк у нас был неоднократно в эфире, да, мы это слышали. Я думал, может, есть подвижки, потому что ежедневно теперь сообщается о каких-то онлайн-переговорах уже, чего не было в начале процесса. Хорошо, тогда у меня вопрос чисто из вашей сферы. Скажите, вот сейчас порядка 700 российских военнопленных, я так понимаю, на территории Украины, правильно? И что с ними... Давайте так. Не менее, не менее. Не менее 700 человек. Вообще, если российская сторона пока не идет в этой части, ну, не пытаются там обменивать, то что вообще с ними делать, что происходит вообще с ними? Как они садятся? Как с ними обращаются? Наши моргар, граждане России, все заинтересованы. С ними будет все по Женевской конвенции. Мы европейская армия, европейская страна. И обращение отменно обходительное, скажем так, и согласно Женевской конвенции. Я лично несколько раз записывал видео, где призывал и в репортажах говорил, призывал публично обеспечить плен отсутствие пыток, издевательств и обращения согласно Женевской конвенции, потому что мы не уроним высокое имя, европейская армия, европейская страна. Здесь им ничего не грозит. Вы говорили про горячую линию, в которой поступают огромное количество звонков матерей. А что в дальнейшем происходит? Вот позвонили родственники, узнали информацию о том, что их сын в плену. Что в дальнейшем происходит? Как-то им дают поговорить со своими детьми, которые в плену оказались? Или как-то... Как правило, как только солдат Толефцер оказывается в плену, практически сразу даже на поле боя дают перезвонить родителям, сообщить, что жив и жив. Это норма для нашей армии, для самообороны. И только непосредственно опасность миновала, в ближний тыл отошли, сразу дают на это набрать маму. Маму или папу. Таких видео миллион, где им дают позвонить. И в дальнейшем они могут поговорить с родными, им дают эту возможность. И надо, чтобы российские наши зрители понимали, что Женевская конвенция предполагает содержание вообще в лагерях для плен. И там четко нормирована даже жилая площадь, там определенные условия, и всего этого Украина намерена придерживаться. Было соответствующее совещание на высшем уровне несколько дней назад, еще неделю назад, когда пленных стало так много, что это превратилось в серьезную проблему. И были привлечены лучшие международные эксперты, но российским пленным непосредственно грозит опасность от ударов по городам. Потому что удары идут каждый день по всей территории Украины, и политика очень простая. Мы пленных прячем раньше, а потом уходим в бомбоубежище, поэтому наши ребята прикрывают пленных фактически с собой, пропуская их вперед. И совместить их в лагерь, повестить их в лагерь какой-то, это большая проблема, потому что мы уверены, что российская команда не ударит по этому лагерю. Для того, чтобы их сберечь, мы держим их в разных местах, содержим, но у них там, поверьте, очень человеческая машина. и дают звонить родителям, и при желании дают им пообщаться с корреспондентом, и первыми прячутся в бомбоубежище, и все как положено, потому что мы хотим их сберечь. А сберечь мы хотим по одной простой причине, даже, могу даже циничную причину назвать, просто чтобы обменять на сцену. Все понятно. Алексей, скажите, пожалуйста, два коротких вопроса, если позволите. Первый вопрос, касается, мы слышали о сбитых Ил-76 в начале войны. Мы не видели все-таки, обломков пока, они есть, или это все-таки не подтвердилась информация? А второй вопрос, касательно ротации российской армии. Мы не получаем никакую информацию из российского Минобороны, поэтому, может, у вас есть сведения, насколько они готовы там ротироваться, насколько они возвращаются и сменяются, или вы не видите ничего такого? Отвечаю на первый вопрос. В отношении сбитых Ил-76 ил-82 я скептик, потому что до сих пор не найдены их обломки. Когда найдут, тогда я скажу, ну вообще взрыв большого самолета, упавшего, это слышно за 50 километров самолета. Поскольку это мог быть туман войны, могли поразить жирную отметку на цели, засветку, а ей мог оказаться в результате Ил-76, например, Су-34 или какой-нибудь такой самолет уровня истребителя-бабардировщика или это групповая цель была, которая шнаряда, а читалась как большая. была поражена, этой техники насбивали, это слово Богу, сильно заступили самолетов-барсолётов. Поэтому вполне может быть, что это была ситуативная ошибка, которая объявили как крупный военный успех сбить от десантного лайнера, но пока мне не предъявят обломки, я лично не поверю. Здесь что касается ротации, ротации, то нечем ротировать. Еще раз с вашего разрешения повторю, что 8 из 10 российских армий как оперативно-статистических объединений здесь на территории Украины и не на кого заменять. Шанармин размазана полностью, размазана по территории Украины, все практически связаны с боями, но есть 10-12, 16 групп батальонных практических в резерве, это все. Алексей, а вопрос формально Путин начал эту войну, понятно, формально, с защитой Донецкой и Луганской Народной Республики, так называемых, формально. Сейчас бои ведутся по всей территории Украины практически, и вопрос, сместилось внимание с этих двух областей, с этих двух республик. Что там сейчас происходит? Удалось ли им продвинуться и захватить в пределах области, то есть расширить границы так называемых ДНР и ЛНР? Или там ведутся бои за то, чтобы не допустить этого? Какая там сейчас вообще обстановка? Потому что немножко из информационного поля это выпало. Мы не рассматриваем Донецк всерьез так называемый Донецкий и Луганский Народной Республики для нас. Это с 15-го года 1-й и 2-й армейский корпус 8-й общественной армии Южного военного округа Российской Федерации. И они как были такими, так и там командование российских офицеров были до до уровня взвода и половина личного состава была этнические россияне приехавшие из России. А с 18-го года они все паспортизированы и все с паспортами России. Снабжение, командование, обеспечение, подготовка, боевое использование российской команды. Все признаки вооруженных сил Российской Федерации. Так вот, по политическим причинам Путин играет в эту группу и когда-то играл с Абхазией, Южной Сети и так далее. Они провели у себя массовую мобилизацию, как и в Крыму. Нагребли кучу народа, но могу вам сказать, как использовать Российской Федерации. Мы набрали пленных, один пленный показал, что их кинули в наступление на Харьков, впереди российских кадровых, и из 2000 человек, которых кинули, 20 выжило. А это мужики, которых нахватали с улицы. Вы можете себе представить, у нас есть кадры пленных, которые спрашивают, ты кто по профессии? Я учитель французского языка. Сколько ты в армии? Два дня меня поймали и кинули на вашу позицию. Вот это колоссальные потери, катастрофические, практически обескровленные. И весь идиотизм этой ситуации заключается в том, что придя под лозунгами защиты русскоязычных регионов, разрушили, уничтожили и убили практически всех русскоязычных. Потому что война, боевые действия сейчас идут не по всей территории Украины, удары на все территории Украины. Боевые действия ведутся на территории 16 областей Украины, двух третей. Так вот, огромное количество вот этих призывников, которых по мобилизации нагребли, были кинуты в прорыв либо в самой зоне ООС, либо под Мариуполь, либо под Харьков кидали очень активно. Потери там колоссальные. То есть это ну вот там 200 человек выжившие из 2000, там 20 человек выжившие из 2000 и так далее. Харьков разрушен, центр русской культуры вообще в Украине, собственно говоря. Вторая столица русскоязычный город, центр академической культуры. Один из первых университетов Российской империи там появился, и с тех пор существовала Ломиника Разина и так далее, и так далее. Разрушен Мариуполь, это насквозь русскоязычный город практически. У нас сегодня были свежие данные социологического опроса, и они говорят, что ненависть к России, внимание, не к Путину, а уже к России, благодаря Путину, увеличилась в два с половиной раза в самых, что ни на есть, пасконных русскоязычных регионах. Это официальные данные. Уже у таких русскоязычных людей зашкаливают ненависть, и все они записываются в казен, в жуткие бандеровцы. Возникает вопрос, а точно ли это защита русскоязычного населения? Если Херсон, который больше не везет. Все понимают, что это просто путинская пропаганда, ядовитая просто. Это совершенно очевидно. Смотрите, Херсон. Да, да. Херсон больше недели под оккупацией. Люди рискуют тем, что их расстреляют, вывезут в подвал, убьют в лесополосе, и все равно непрерывно выходят на митинги. Там идут непрерывные митинги сейчас. Понимаете, да? Это уж более русскоязычному городу трудно себе представить, как его представляла российская пропаганда. И что же теперь? Это на десятки лет вперед испорчено отношение у этнических русских либо русскоязычных, проживающих на востоке и на юге Украины. На северо-востоке. Это цена путинского антима. Основываясь на силах Украины, на оценке силы Украины, скажите, как это вообще, насколько это долго, когда это все-таки закончится, ваше просто ощущение. Я понимаю, что тут невозможно ничего прогнозировать. Почему ощущение? Я могу вам выдать довольно точный прогноз. Мы сейчас находимся в вилке. Если переговоры будут конструктивными, закончатся, может, вообще, в течение недели-двух. Если возобладает амантюристическое направление в российской политике, то они попытаются набрать, скажем так, какие-то резервы, там, 10-12 тысяч человек, 15-15, наш крестик, хотя я не представляю, как у них это удастся, если вынимается уже все, все последние резервы, в том числе из ФСИН и так далее, то и попытаться еще один раунд в выступлении провести какой-то. Ну, тогда вся эта история отодвигается еще на 3-4 недели, потому что частное формирование, бросить в бой, мы их перемелем за 10 дней и где-то примерно и в середине апреля конец апреля уже начнутся снова, снова вернемся к конструктивным переговорам. Просто мартировок российский увеличивается еще на десяток тысяч человек. Зачем это нужно, мне непонятно совершенно. Посмотрим, какие тенденции возобладают, потому что весь мир сейчас работает, и только Россия, и Украина, на то, чтобы эту войну остановить. Мы в начале нашего эфира запустили опрос среди наших зрителей, нас сейчас смотрят почти 50 тысяч в онлайне, касательно бесполетной зоны над Украиной, как люди за, против и свое мнение просим высказать. Хочется вас спросить, что вы думаете об этом, насколько это реалистично все-таки, и если нет, то какая еще может быть такая же сопоставимая по важности и необходимости помощь, которую могут сейчас оказать Украине сочувствующие страны, другие страны континента, которые пытаются эту войну прекратить? Да, у нас все просто, у нас бесполетную зону мы сами обеспечим. Только за эти сутки сбиты 4 самолета, 2 вертолета и один беспилотный летательный аппарат и несколько крылатых ракетов. Тут вопрос не в этом, вопрос насыщенности наших боепорядков как армейского так и по его странам, которые прикрывают большие объекты. Вот это нам надо было бы предоставить, и мы сами прекрасно закрываем небо, потому что авиация, наша работа, переведет воздушные бои, и по ГОСТу. Вопрос не в этом. Вопрос, что наиболее действенным средством было бы быстрое принятие нас въезд по ускоренной процедуре, за которую, между прочим, проползал по ускоренную процедуре, потому что Путин не будет воевать с государством. По нашим данным и по данным европейских рейтинговых агентств, более 60% европейских граждан выступают за ускоренную процедуру, а вот политические лидеры не демонстрируют достаточного понимания, как мне кажется, исторического момента, исторической смелости и оценку. Соответствующий, так сказать, анализ давал и сам президент Зеленский, когда он, я повторяю здесь за ним, когда он рассказывался публично на эту тему. И здесь, вопрос остановки войны это просто принятие нас в ЕС, потому что Путин не будет вести войну. ЕС с крупнейшим торговым партнером и коалицией стран, через которые он пытается балансировать евро-азиатскую, континентальную политическую плиту. Мы же понимаем, что с государством ЕС войны не будет, либо как минимум резко упадет относительность боевых действий. Почему западные политики на это не идут, но им даст оценку их избирателей. Скажите, пожалуйста, последний вопрос, наверное. Было слышно, что информация в Херсоне пытается пойти по тому же сценарию, что с Донецком, Луганском раньше создать какие-то республики. Эта информация, опять же, подтвердилась, там были попытки какие-то. Референдумы. И что с этими людьми, которые там депутаты, я так понимаю, каких-то пытались покупать или не купили. Расскажите нам просто, пожалуйста, про эту историю. Там похитили законно избранного мэра, заметьте, человека, не которого назначился центральный партикальбарь, это человек, который избрал народ. Его похитили, его до сих пор удерживают, твердить его не вполне удается. Второй момент, это то, что назначили какую-то там депутацию нашу, которая, даже не запомнила, но которая попала по статье измена родин, очень четко сейчас подозревается. Похитили Бара еще одного малого города, похитили журналиста, исчез. Но вы понимаете, люди, которые под дулами автомата крутят уже больше, непрерывный митинг больше недели, представьте, как они отреагируют на референдум или попытку объявить Херсонскую народную республику. Как бы они не смели там российские войска, которые там находятся, всякое может быть, потому что протестуют не два, не три, там тысячи людей протестуют. И это может окончательно рассвепить херсоновчан, и поскольку там и так идут акции гражданского неповиновения, очень активное сопротивление, то что будет дальше, я не знаю. В инфляционном пространстве, конечно, можно объявить все что угодно, но референдуме не получится, потому что в Херсоне даже гуманитарную помощь не берут, которую нужны. В Бресту. Только о чем можно говорить о какой-то херсонской народной республике? Объявлять они, конечно, можно все что хочешь, но ничего кроме подъема на данном сопротивлении мы не увидим после этого в Херсоне и в области. Алексей, и последний вопрос. Сейчас весь мир восхищается поведением президента Зеленского. Вы как человек, который находится рядом, как наблюдает его, я так понимаю, каждый день или как-нибудь часто, скажите, как он сейчас и вообще как изменился он за эти две с половиной недели войны? Вы видели эту трансформацию наверняка своими глазами. Он в своей стихии. Я сразу говорил еще, мне не нужно было две с половиной недели войны, я за две, за две, за два-полтора года до этого говорил, что Зеленский совсем не тот человек, за которого все приняли. Что это намного более крутой политик, человек, чем, через считанный характер, чем было принято. Очень многих обманула его синическая карьера. Это очень прискорбная ошибка для тех, кто планировал разгромить Украину в 48 часов, надеясь, что Зеленский сбежит, не устоит и так далее. Человек, который отказался от эвакуации, несмотря на непосредственную угрозу своей жизни и продолжающуюся угрозу своей жизни, он готов с оружием в руках защищать свою страну. Здесь, если дойдет для Печерска, как он правильно прямо сказал. А кроме того, вы поймите, он не символически даже содержательно является лидером всего свободного мира. И это не ситуативный наметок, а это проявленные его лично человеческие качества, как и многих других его окружений. Да, и мы это наблюдаем и также впечатлены. Это, конечно, смелость и упорство, с которым противостоит Путину, оно впечатляет. Скажите, пожалуйста, мы сейчас видим много сообщений о российской пропаганде про возможность котла в зоне ООС. Насколько это действительно угроза сейчас, насколько это возможно и к чему может привести подобный котел, если он действительно случится? Значит, непосредственной угрозой оперативного окружения это нет. Проводить операцию по окружению оперативному, которую они уже подают как успешно. Это далеко не так. Есть определенные проблемы снизу от Волновахи, где снесли город с лица земли практически, и защитники были вынуждены наши отойти туда, ближе в сторону, ближе к Донецку, на север. И есть бесконечные попытки прорваться возле Изюмена, которые наши войска отражают. Там местность позволяет очень качественно отбиваться по той простой причине, что высокий берег реки, река, и через это естественное препятствие пройти в российским войском службе. Они стараются сделать оперативное окружение, но объявлять его как успешно или совершившееся, это уже переборчиво. Если к этому приведут, то какое-то количество наших войск попадет в оперативное окружение. Оно само по себе не является катастрофой. Есть приемы и способы действия в таких ситуациях, выход из окружения и так далее, борьбы внутри окружения и прочее. Наша командование все это понимает, четко видит перспективу развития ситуации и действует соответственно. Но если совсем удастся окружить, там не уничтожить наши войска, это будет крайне трагичная для нас ситуация. Но что-то типа похоже на Иловайск. Но посмотрим, удастся ли мы это еще. Давайте сместимся западнее и обсудим ситуацию в окрестностях Киева. Насколько я понимаю, на этих выходных и вот в последние два дня российские войска особо не предпринимали попыток именно штурма, въезда диверсионных групп и так далее. Как вы считаете, с чем это связано? Да, сил у них нет просто. Часть мы уничтожили, часть отошла, часть здесь заняла оборону и особо не дергается. Пытаются вести бои местного значения на улучшение позиций. Какие на уровне пострелушек. Другое дело, что или эксцесс исполнителя, или промах при наведении, но несколько снагадов уже попало в Киев. Но это не системно, систематические атакы. Один-два снагада прилетают, конечно людям от этого не легче, но тем не менее можем констатировать, что это не систематические обстоятельства. То есть пока именно массированные обстрелы Киева не совершаются, не предполагаются всем? Не ведутся, потому что, во-первых, далековато войск, а во-вторых, мы же по ним работаем. Контр-батарея не слегка сразу, если не начинай. Поэтому тут не так все просто. Мы можем говорить о какой-то смене тактики российских войск. Понятно, что возможно, близкриг провалился. Что теперь они могут делать? Ну, они пришли, они определились с основным направлением усилий. И сейчас работают, выбрали два оперативных направления. Первое — это зона ООС, которую мы обсуждали, Мариуполь туда же, и Николаев. В остальных местах, Харьков, Сумы, Киев, Чернигов, это бои местного значения, преимущественно даже становятся в оборону, для того, чтобы удержать заранее захваченные позиции. Потому что они, наверное, уже сообразили, что наступать по пятиоперативным направлениям одновременно — это глупость. Да и просто сил уже нет. То, что у них есть, и все ресурсы концентрируют, надо сказать, не очень многочисленные, концентрируют на направлении, где они, как считают, у них на металлосуспе. По вашим данным, вообще много ресурсов осталось у России, которые доступны прямо сейчас? Я думаю, что если примут экстраординарные меры, то 10-15 тысяч нашкрибут еще. Но надо же понимать, как качество этих бойцов. Это либо ЧВКшники, которые перебрасывают из Сирии, либо какие-то остатки, повара, банщики, коптерщики и так далее. Можете представить качество этих бойцов. То есть, вся элита уже фактически отправлена воевать, и вся элита воевает до 8-го числа? 8 из 10 российских арбий здесь. То есть, сейчас снимают войска с Калининграда, с Дальнего Востока, то есть, с Кавказа, то есть, ключевых мест, которые они никогда не могли себе позволить обнажить. Вот сейчас уже обнажают, но тоже войск, но собирают они там тысячу человек, кидают, учитывая потери в несколько сот убитыми в день, каждый день. сколько просуществует это тысяча? Есть ли какое-то понимание динамики на фронтах и как это взаимосвязано с переговорами? То есть, что мир будет на условиях Украины, например? Да, есть четкая зависимость. Чем больше времени, тем больше шансов, что мир будет на условиях Украины, потому что российская армия проигрывает стремительно. Стратегически она уже проиграла, тут вопрос, а на оперативном уровне она забуксовала, вопрос, когда она начнет проигрывать на практическом. Но нужно понимать, что сил наступают все меньше и меньше. Я думаю, хватит на активные боевые действия, максимум на две, на три недели, даже если кинут резерв. А дальше они станут в оппозиционную оборону, в этом месте гораздо легче, поверьте мне. Плюс пойдет же, что называется, зеленка, и нашим партизанам будет подбираться куда как более сподручнее к российским войскам и удержать позиции и коммуникации на чужой земле, где тебя все ненавидят и против тебя работают, это тупо нерешаемая задача. Поэтому в каком-то смысле Российская армия уже заходит воронку катастроф здесь, в Украине. И я думаю, по мере понимания этого факта переговоры будут все успешные, мне как кажется. То есть мы можем говорить, что недели через три фактически русская армия начнет отступать, ну, по вашим прогнозам. Она может не начать отступать, но она станет, может стать, почти гарантированно становится на позиции, которая начинает охранять саму себя. О никаком наступлении уже речи не идет или даже о каких-то серьезных движениях по местности. Поэтому она и хочет сейчас достичь российской командовании максимальных результатов к тому моменту, когда они физически закончатся, способность наступать куда-либо. Понятно. А потом просто их удерживать и стараться как бы хранить, стараться удерживать позиции, торговаться, да, но это очень ложная стратегия. Потому что, ну, на чужой земле, я повторюсь, где тебя ненавидят все, а мы видим это по Херсону. Город больше недели уже захвачен, но там не прекращаются украинские митинги. И толпа такая очень сильно накручена. Негативно. Может пойти сметать просто всех этих оккупантов физически. То удерживать такие территории, поверьте, удовольствие сильно не жестыит. Да, и давайте, наверное, последняя тема. Смотрите, этой ночью BBC со ссылкой на украинские власти сообщили, что мэр Мелитополя, ранее похищенный, сейчас находится в Луганске и против него возбуждено дело о терроризме. Мэр Днепропрудного Евгений Матвеев до сих пор не найден. Как вы считаете, вот эти вот похищения глав администрации, мэров, это возможная подготовка, может, к какому-то донецкому сценарию с референдумом? О сценарии с референдумом мы говорим уже пятые сутки. Здесь надо понимать очень простую вещь, чего не понимают в российской администрации оккупационной, что мэр это не назначено Зеленским человеком. Это человек, которого выбрали люди, сами люди на месте и население крайне негативно воспринимает такие вещи. Крайне. В центральной власти тоже. И президент Зеленский задействовал всех международных посредников для того, чтобы освободить похищенного одного и второго журналиста похищенного там же. Но пока это не действует. Видите, что лишний раз показывает, с кем мы имеем. И лишний раз показывает это международному соку, между прочим, в частности, французам, немцам, которые задействовали на высшем государственном уровне для освобождения законно избранного представителя местной власти. И это не улучшает российскую позицию. И, между прочим, является одним из самых серьезных аргументов к продолжению или усилению санкций. То есть, если вчера вступил в свой четвертый против санкций Евросоюза против России, я уверяю вас, значительная доля там была связана с похищением законно избранных представителей местной власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова